Смотрите, красотка такая наблюдает, что я тут делаю Слушайте, это бесподобное что-то Вот эта чайка, она облюбовала здесь себе место Она такая смешная Она сидит на меня, то слева посмотрит, то справа посмотрит то что-то там пережевывает себе внутри И она такая огромная на самом деле Видимо, уже традиция полшестого утра вставать, слушайте В общем, сегодня совершенно другая картина Полшестого И солнышко не видно Небо затянулось Ну что, наконец-то я привела себя в порядок Поэтому теперь всем привет, всем доброе утро Значит, у нас очередной день на море, отпуск наш продолжается Сегодня третий день Мы уже два дня немного передохнули, ну и разумеется уже нам хочется куда-то с Ваней выбраться, что-то посмотреть Значит, ну Планы-то большие Хочется по планам Вот Никитский ботанический сад посмотреть В Алушту просто съездить в сам город непосредственно Ну а сегодня нам сказали что у нас здесь рядом есть отель Утес И вот при этом отеле есть парк какой-то княгини Я не запомнила Плюс там недалеко мыс Какой-то красивый вид Вид на гору Медведь Ну, в общем, говорят, что такое симпатичное место Ну и плюс, разумеется там есть пляж То есть можно точно так же на пляже отдохнуть Поэтому Вот Я сегодня, как всегда Я говорю, с половины шестого утра Все, мне уже не спится Солнце уже высоко встало Я смотрю, погода распогаживается Значит, будем сегодня обязательно купаться Смотрите, какая там солнечная дорожка красивая Вот, поэтому сейчас идем, как всегда на завтрак И сегодня расскажу вам много важных моментов про которые вы меня спрашиваете И я не могу вам дать пока что точного ответа В общем, что, как, почему Пойдемте сперва сходим на завтрак То, господа дорогие, хорошие Завтрак Завтрак Господи, как же я кайфую здесь Смотрите Люди уже пошли купаться Купаться пошли У нас тут тоже сегодня обещают Поставить шизлонги Вот это да Ваня, это такие естественные эти фонтаны Вот тут В принципе, как бы вы можете где угодно лежать где хотите Мне нравится здесь Здесь все вот в этом ресторанчике Сейчас ресторанов мало открыто Поэтому все вот в этом питаются большинство А как же Мы сейчас пойдем в утес купаться Еще пока видишь ничего не поставили не лежаки не зонтики А в утес Сейчас в общем расскажу вам о своих планах Сейчас нам принесут завтрак В общем и в целом рассказываю значит повод поводу этого места Местечко поселок Утес Здесь его еще называют Санта-Барбара потому что здесь есть отель Санта-Барбара и многие называют местной его Санта-Барбарой И конечно же очень многие меня спрашивают Лена как забронировать где в каком вы номере где вы сняли что и как Я вам уже вот показывала в предыдущем видео что здесь очень-очень много эллингов сдаются непосредственно с видом на море но есть и вторая линия то есть как бы там соответственно номера дешевле будут но уже без вида на море Но стоит ли сюда ехать Сейчас вот сейчас в данный момент здесь очень мало отдыхающих практически здесь манную парню Пожалуйста Спасибо Отлично Приятного вам Спасибо Вот То есть как бы сейчас хорошо потом когда вот все это жилье заполнится да полностью то разумеется здесь народу будет много и вот я слышала что когда здесь прямо такой вот сезон-сезон что здесь такой сильный запах канализации Поэтому вот кто хочет там стремительно быстро забронировать то я не советую это сейчас вот быстро делать но как бы подумать нужно да это вот первый минус говорят вот сейчас этого минуса нет море чистейшее народа нет все замечательно все отлично как здесь сезон я понятия не имею говорят прям ну очень многолюдно вот это первый момент второй момент отсюда очень сложно выбраться куда-либо только на такси такси здесь не дешевое здесь нет как у нас таких вариантов как яндекс такси здесь вот такси волна есть я узнавала стоимость поездки 382 рубля до Алушты а до Алушты здесь ехать 10 минут она находится совсем рядом и вот 382 рубля такси кроме как на такси вы сюда отсюда и сюда никаким образом не доберетесь потому что с одной стороны моря с другой стороны моря если только в плаве хорошо плавать умеете вещички взять и поехать то есть вот это вот такое место чисто для релакса приезжаете лежите смотрите вот уединение с морем просыпаетесь под звуки моря засыпаете развлечений никаких нет то есть идеально для интровертов и я поняла что я интроверт по всей видимости потому что я прям здесь реально кайфу мне больше ничего не надо вот ну а нам принесли завтрак давайте посмотрим что мы будем кушать так сегодня на завтрак овсяная каша у меня манная каша у Вани и вот такая вот еще комплексная штука это какие-то мне кажется эти оладьи с кабачками что ли куриные картошечка и небольшой салатик вот такой вот чудесный завтрак что-то сегодня море смотрите прям бушует бушует сегодня спасибо а ложку а себе что не взял ты себе ложку взял ну ладно кушай ложкой я вилкой буду кушать смотрите масло ребенком а мне кстати тоже масло я сейчас тоже его перемешаю здесь кстати очень вкусное масло хочу я сказать ну-ка Иван как мама варит кашу тебе или нет Ванька кстати у меня очень любит манную кашу он никакие другие каши не ест ест только одну манную кашу манную он любит все остальные он не любит вот кто пишет там одну вторую третью понимаете я же не могу его заставить вот впихивать в него если вот он не любит а я люблю я с превеликим удовольствием сегодня повезло повезло знаете почему потому что Ванька котлет это у меня не кушает поэтому котенку у меня сегодня как раз котлетка досталась вот этот котейка Василий он ему оказывается три года в общем он когда вот ребята сейчас рассказали сотрудники здесь кто работает что три года назад он был котенком держи все наелся вот он курицу у нас заточил хоть котлета не пропала а то с Ваниным аппетитом ему только плюшки печенюшки а вот ничего вообще абсолютно не съел ни кашу одну ложку ну ладно это не страшно все сегодня смотрите запыхали сейчас поднимались сюда вверх по ступенькам здесь все очень крутые какие-то ступеньки вот лошадь как опознавательный знак и нам сказали что если от этой лошади идти то можно заметить какие-то ступеньки напрямую наверх такие какие-то тоже крутые мы вчера с Ваней до этого места дошли и увидели эти ступеньки там сидели два мужика на ступеньках мимо не пройдешь и говорят типа Мау Ваня давай сюда прижимайся а то машина может вылететь типа Мау это не подъем никуда там прачечная и все такое в общем не пропустили нас а говорят что именно эти ступеньки нам и нужны но куда-то на самый верх влево а потом вниз и там будет этот санаторий я не буду сейчас на улице 30 градусов жарище здесь вот видите какие горы куда-то вон туда наверх а потом вниз ну Вань давай рвок обратно может получится там такси вызвать доедем сюда а и сказал и сказала кто там утюгу я больше идти не а кочерга Вань и сказала кочерга утюгу я больше идти не могу ой мама родная поднялись с Ваней еле-еле посмотрите вот с самого низа вот он покаутился и вот до дороги ой это нереально немножко успокоился представляете оттуда но на самом деле смотрится вроде как нет но это вот по серпантину вверх 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 вроде близко и в то же время сложно подниматься но ничего ничего зато более спортивными будем это же хорошо вот наверное скорее всего вход в санаторий то есть ну на самом деле ну поднимались ну сколько мы пять минут ну просто сложно вот прямо совсем наверх идти так что какие здесь такси Вань ну вот какой такси поедет чтобы три минуты проехать ясное дело что не проедут вот видите здесь санаторий утес парк утес корсан 100 метров гагаринский дворец вот дворец даже как я люблю и мыс плака здесь есть пойдем ой слушай посмотри какое красивое здание Вань замок замок ты видишь какой красивый впереди в общем это жесть поднимались поднимались с вами сейчас пытались пройти здесь через ворота а нам говорят вход только по экскурсиям с масками ближайшие экскурсии через час вход в общем не вход а экскурсия 300 рублей но с экскурсии значит на море вы не пройдете я читала я читала что вход свободный абсолютно что можно спокойно пройти погулять по этому гагаринскому парку а на деле выясняется дело не в оплате а дело в том что ближайшие экскурсии через час жарище поднялись так высоко кошмар какой-то приключение называется да Вань я говорю ну давайте как-то может договоримся вы что только в масках только с экскурсии боже мой так ну сказал что если вот пройти по дороге прямо что можно вроде как спуститься к морю мы уже с вами так поднимались поднимались мы уже к морю спуститься сейчас попробуем там я смотрю что-то какая-то лекция идет вот что значит санаторий продам квартиру видите какая здесь квартира туда Вань давай какой-то здесь нашли лазейку блин как назад Вань запоминай дорогу интернет не работает зараза оплачивала оплачивала интернет смотри мы не сможем что ли вернуться сможем конечно как же мы не сможем Ваня все сможем не переживай Ваня сейчас говорит чуть ли не расплакался охранник говорит нет мы столько карабкались столько карабкались а он говорит нет но когда услышал что говорит все-таки к морю можно как-то пройти то немножко успокоился так где-то стрелка была а вон продакт магазин мы пить хотим ужасно воду с собой забыли взять где-то здесь магазин не вижу здесь магазинов подобие смотри Ваня к морю почему-то в обратную сторону море вроде вниз а стрелка наверх ведет ой мама дорогая в общем только на такси выбираться куда-то в какие-то места потому что это жесть вот так вот по такой жаре в горы с ребенком где магазин этот написано магазин и стрелка все вот такое вот какое-то а во продуктовый магазин что же там сейчас за магазин нас ждет сейчас хоть может расспросим к морю как спуститься в этот магазин ваня ну хорошо стрелка магазин а дальше-то куда вниз или прямо тут вниз какая-то лестница есть или прямо к магазину чертова знает я понимаю квест да Вань пройди квест найди магазин в общем такие какие-то узкие-узкие лесенки непонятные то есть как бы еще не с первого раза их заметишь вроде в одну сторону магазин написано здесь видите вот все сдается частный сектор вон он продуктовый магазин написан в общем какое счастье нашли мы этот злополучный магазин нам люди подсказали но я хочу что показать видите здесь что лежит поправки конституции почему это важно рекламка рекламка ну все теперь будем спускаться вместе с вами на морюшко было написано кстати что строго вход в масках ничего не продает но спокойно нам продали маски массовые не брали мы уже как-то подзабыли про маски ну что Вань счастье есть сказал я сейчас всю бутылку воды залпом выпью вышли на какую-то дорожку которая вроде как ведет к морю но это эти запутанные какие-то запутанные лабиринты вот так если не местные очень тяжело разобраться хорошо нам вот эта молодая пара попалась по пути они нас провели потому что ошибешься поворотом и не спустишься но в парк не судьба извиняйте на территорию санатория нас не пустили даже я ему говорю возьмите давайте я вам тысячу заплачу если там экскурсия нет нет вы что не положено я причем без телефона была думаю может он испугался там или еще что а ну красота что я могу сказать красота мань смотри как красиво вид здесь просто потрясающий ну стоило ради этого карабкаться наверное сюда ну хотя пляжи точно такие же единственное что здесь вот эта вот гора я так поняла медведь гора медведь называется вот смотрите вот там вот видимо вот этот вот парк это наверное парк вот этой вот забыла в общем как ну в общем парк вот этого санатория утес но туда к сожалению видите не пускают но вид такой а ну да и там же по всей видимости и церковь в общем что-то как-то нам не повезло немножко ну а здесь вот такие вот пляжики такая гора ну пойдем найдем какой-нибудь пляжик что ж мы сюда шли покупаемся здесь ужина на пляже 120 рублей 70 рублей 50 рублей 70 рублей Ваня захотел мороженого потому что очень жарко 80 рублей сакское мороженое здесь местное в Крыму сделано да возьмешь попробуешь крем-брюле как ты любишь вот это тоже вот сакское в шоколаде с шоколадом не хочешь крем-брюле крем-брюле давай сейчас возьмем в общем тоже видите здесь на пляже можно взять эти чипсики 200 рублей чипсы принклс стоит написано Алушта лучший курорт Крыма утес Кардасан то есть вот это парк Кардасан наверное но видите все перекрыто перекрыто здесь камни я хочу сказать что мы Ваня с тобой живем в райском уголке да что как-то у нас все во-первых там попроще подоступней я и не знала что так а видите набережные здесь какие потому что мне кажется наверное зимой может быть здесь волны такие что все размывает вот это все дело смотрите идем мы там какие-то такие странные птицы я заметила черные с вытянутыми шеями Вань ты видишь как эти как пингвины отсюда издалека смотрятся шеи вытянутые и как-то стоят смирно не двигаясь что это такое что это за птица Ваня мне нравится ему вообще неинтересно мороженое лупает и вообще неинтересно Вань ты знаешь у меня такое ощущение что здесь где-то наверное недалеко портенит к сожалению я говорю с интернетом засада не можем посмотреть ни по карте ничего ничего только у некоторых на телегоне есть мэпсми нет у меня есть такие карты гугл но там без навигации то есть я так посмотреть могу но деревья конечно бесподобные вон там впереди что-то знакомые виды это как пти как ну это не цапли даже я даже не знаю что что за птицы такие а вон там они прям плывут с отреванью вон там впереди их видно они плывут дно дно но акватории не обследовано спасение не обеспечивается что купаться здесь написано нельзя видите здесь написано памятник утес карасан и закрыт вот везде нигде о а здесь по-моему это замочек а нет тоже все заварено никуда нигде не пройдешь как бы не хотелось прогуляться не пройдешь шли мы шли я так понимаю что судя по моей карте вот это впереди санаторий Аюдак 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 это вот как раз таки гора вот ну и здесь вот такой вот пряжек есть сейчас здесь покупаемся наверное потом может еще чуть дальше пройдем посмотрим сейчас смоешь да мороженое а здесь смотрите какие-то уже белоснежные такие плиты если там смотрите какой контраст дороги фактически нет а здесь прям такая ровненькая дорожка там какие-то красивые цветы дальше начинается вот они здесь их много видимо пляжиков здесь здесь уже так это поцевили с лежаками с зонтиками а мы сейчас вот прямо на лежак так давай с тобой под зонтик и расположимся вроде бы свободно пойдем я не знаю что это за место но мы вот здесь под зонтиком пристроились сейчас пойдем с вами тестировать воду пойдемте здесь вот такая прозрачная чистая водичка иду в своих этих тайландских тапках но честно говоря не совсем удобно и расстегиваются я уже пару раз чуть ли не потеряла их так это удобно идти ой я говорю на ногах не устоишь так вода вода значит заходишь сперва такая более-менее прохладная кажется потом когда стоишь уже на протяжении 15 минут ничего нормально здесь какое-то высотное здание строят так чтобы телефон не замочить чтобы телефон не замочить сейчас попробуем плавь задом о спиной ну вот смотрите как бы у всех разное понимание воды теплая вода холодная вода она конечно не теплая не такая как в августе иди на рукавники надень здесь глубоко сразу на рукавники надень а то глубоковато на рукавники надень а то глубоковато вот я здесь уже не стою а я вот от тебя рядом а я не стою я плыву но вид в общем просто изумительный но я так подозреваю что мы наверное на территории чего-то пляжа и под чьим-то зонтиком ну скажут заплатить мы заплатим как бы не страшно какая она разница ну что накупались мы с Ваньком ну конечно ради вот этого пляжа сюда ехать ну как бы вообще нам точно не стоило потому что у нас пляжи ничем не хуже даже может быть в чем-то лучше но просто вот видите не знали мы информации не было но я хочу дойти посмотреть все-таки что это такое аюдак санаторий или нет там уже дальше я смотрю не пройдешь там КПП у них и никуда дальше не пройдешь к сожалению написано а Роял Фиш нет Роял Фиш это рыбный ресторан не знаю как называется в общем этот отель название почему-то я не увидела я не знаю куда мы с Ваней идем мне надо откуда-то вызвать такси не знаю откуда это возможно сделать у нас впереди опять гора здесь какие-то одни сплошные горы вышли мы в Айвазовского но с другого входа здесь видите прохода нет а это проходная масляная роща поэтому взяли тут такой карш чтобы наверх подняться потому что мы уже устали по горам по долам в общем нас этот электрокар спас с Ваней в общем это он сказал километр четыреста в гору сюда нам надо было пилехать представляете если бы мы пилехали этот километр в гору самостоятельно но так вот мы уже подошли к парку Айвазовского сейчас пойдем посмотрим что там по стоимости пускают не пускают видите сейчас же все изменилось мы бы и рады пройти везде видите утес не получилось сейчас мы дорогу перебежали в неположенном месте не по переходу но под дождем дождь пошел но небо он там голубое не думал что он надолго в общем сейчас посмотрим отсюда уже назад на такси вернемся но быть возле Айвазовского не попасть сейчас глянем что тут как убегая от снов и от прожитых лет все равно ты себе не изменишь и от жизни возьмешь только то что тебе даст господь и не больше не меньше а гляни за собой сколько в жизни сплелось сколько судеб к тебе прикоснулось пусть полжизни прошло как у всех на ось и удача другим улыбнулась другим 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 Субтитры сделал DimaTorzok